Он сидит в казарме и начинается, блин, я сюда молодой! Что греха, таить у солдата выходной пуговицы в ряд. А здесь они выезжали на спортивные состязания по хоккею. Ограничение свободы военнослужащих, это и есть вот тот самый спусковой механизм, на фоне которого развивается дедовщина. Привет, друзья! Итак, сегодня 29 октября 2021 года. С утра все социальные сети пестрят новостью, что сегодня день комсомола в ЛКСМ Советского Союза. Все друг друга поздравляют. Вообще вот этот фильм сегодняшний, он посвящен курсантам военных училищ Советского Союза. Так как я сам был курсантом, сержантом военного училища. Но ребята постоянно просят, расскажи снова про курсантов. Поэтому расскажу. А вначале вот немножко про комсомол. Ну смотрите, что происходит. Так смешно вообще меня слушают людей современных. А все друг друга поздравляют с комсомолом. Как будто бы были пламенными комсомольцами. Забыли, наверное, да, как убегали с этих комсомольских собраний. Как приходишь туда на комсомольское собрание, там вместо 40 человек сидит 5-7 человек, дай бог. Или вообще 3 человека, все убежали. А сейчас все думают, ой, комсомол, мы так любили это, наша комсомольская юность. Но видимо вот это чисто сохранилось. То, что значок красивый. И все молодые, все комсомольцы. Ну ладно, это тоже, это тоже как бы нормально. Поэтому поздравляю с днем воспоминания о нашей юности. Вот это единственное. Ну то, что творилось в 80-е годы в комитетах комсомола, это вообще цирк. Заходишь туда в комитет комсомола, что-то какие-то вопросы порешать. Там, как правило, какие-то блондинки ходят в мини-юбках. Бильярдный стол стоит. И постоянно смех, там чай, кофе пьют. Там какой-то в свитерах молодые вот эти комсомольские вожаки. В общем, такая, ну разврат какой-то, ерунда какая-то очень. Люди жили своей жизнью, в общем-то, совершенно оторваны от коллективов рабочих или армейских. Но единственное, что строят ряды, да, наверное, это было что-то такое интересное. Но опять же, не буду я про строят ряды, потому что это студенты университетов, институтов. Я не был в строят рядах. Давайте возвращаться теперь к военному училищу. Ребят, ну что такое вообще армия? Снова мы все размышляем, все это тема бесконечная. Что такое армия в жизни молодого мужчины? Каждого из нас, который прошел эту армейскую школу. Ну, все-таки порой иногда думаешь, что лучше бы эту школу не проходить. А потом снова возвращаешься к тому, что вообще-то, в принципе, наверное, нет. Эта школа-то была классная и интересная. И драйв, и приключения, и все такое было, конечно, в армейке. Безусловно. А вот здесь сразу хочу сказать, что такое все-таки армия, еще раз. Армия, это, безусловно, система обучения. То есть ты в армии, как молодой мужчина, как защитник отечества, получаешь определенные навыки владения оружием, владения своим телом, навыки физподготовки и, значит, оружие, сказал, самооборона, рукопашки и владения какими-то техническими навыками. Или ты сапер, или ты артиллерист, или ты ракетчик, или ты связист и так далее и тому подобное. Ну, понятно, что десантник-парашютист. Тебя учат прыгать с парашютом в тыл противника. Это уже отдельная тема, я там постоянно об этом говорим. И вот система обучения в армии, она очень интересная. Когда ты приходишь в армию, ты сначала адаптируешься месяц-полтора к этой обстановке. Потом ты начинаешь впитывать в себя новые знания. Вот на впитывание новых знаний, как правило, уходило у нас в Советской армии, но это как раз год-полтора. Через полтора года службы ты все уже знаешь. И вот здесь непростительная ошибка командования, конечно. То есть солдат или младший сержант, сержант, подготовленный уже военнослужащий, все знает, много умеет. Но система ограничения свободы для военнослужащих срочной службы, она продолжается в полной мере. То есть также солдата не отпускают в увольнение. Ему скучно, он уже всех тут знает, технику все освоил. Пришли молодые солдаты, и вместо того, чтобы отдыхать в выходные, встречаться с девушками, на танцы куда-то сходить или с родителями встретиться, он сидит в казарме и начинается, блин, я сюда молодой. Ну-ка превратился в точку, убежал мне, картошки нажарил, блин. Я тебе что сказал, задницу поставил под бляху, сейчас пробивать тебя будем. Начинается вот эта казарменная дедовщина, которая основана... Пардон, месье. Казарменная дедовщина, которая основана именно причиной, это ограничение свободы военнослужащих. Ограничение свободы. Где происходит ограничение свободы, по периметру, значит, забора колючего проволока, люди начинают звереть. Они становятся зверями, потому что их не отпускают в увольнение. Вот это родимое пятно советской армии, которая постоянно разлагала эту же нашу советскую армию. То есть тебя не пускают в увольнение. Это говорит о том, о чем? То, что у военнослужащего срочной службы нет регламентированного выходного дня. Нет выходного дня. Почему нет выходного дня? Да потому что. Потому что вот не хотим мы тебя отпускать. Потому что вся система по инерции, большевистско-коммунистической, она была направлена на ограничение свободы человека. Зачем это было сделано? Мне вот до сих пор непонятно. То есть сами себя сожрали вот этой дедовщиной полутеремной, казарминщиной вот этой. Вместо того, чтобы идти солдату в увольнение, начинается, значит, выходной день дедовщина, мордобой, драки, унижение молодых военнослужащих, которые видят то, что стариков даже не пускают в увольнение. Они тоже не могут понять, что происходит. И все. Драки, дисциплинарный батальон, значит, драчуны отправляются в военную тюрьму. Кто виноват в этом? Неужели сами военнослужащие и солдаты, старослужащие молодые? Здесь виновата, безусловно, командование, потому что должен быть четкий регламент отпусков и выходных дней. Вот идет солдат или сержант или курсант в выходной день в увольнение, он должен даже деньги получить, которые вы ему не даете. Деньги, которые всего 7 рублей. 7-8 рублей было, потом 9. До этого 3 рубля, когда мой отец служил, 3 рубля в месяц всего получали солдаты. Но, смотрите, что интересное было. До 80-х годов, когда солдаты получали совсем мало денег, 3, 5, 7 рублей, в военных округах очень было развито спортивное движение. То есть полковники, генералы заботились о проведении спортивных состязаний среди солдат и сержантов. О чем это говорит? О том, что это была именно очень классная партийно-политическая работа, воспитательная среди военнослужащих, которая заменяла в какой-то степени увольнение. То есть солдат, каждый солдат в роте был приписан в какой-то спортивной секции. Начинает шахмат, заканчивая борьба, хоккей, футбол, гребля, регби. Представляете? И вот эти солдаты, сержанты, давайте вот сюда пойдем. Вот эти солдаты, сержанты, они постоянно выезжали на спортивные состязания в другую воинскую часть, в другой город, в другой даже гарнизон. Это было как часть развлечения, смена обстановки. И все ребята занимались спортом. Вот мой отец служил в Хабаровском крае. Он был в сборной своего полка по хоккею. То есть, допустим, если не было в увольнении, где солдаты, сержанты просто шляются по городу, что греха, таить у солдата выходной пуговицы в ряд. А здесь они выезжали на спортивные состязания по хоккею с другим полком, с другим округом. Это увольнение. То же самое. Форма, коньки, получали дополнительный паек. В ВДВ было развиты, значит, занятия и соревнования. Бокс, самбо, дзюдо, регби. Тоже выезжали десантники постоянно с разных округов. Менялись вот этими спортивными командами. Это было классно. И вот когда пришел приказ пришел приказ готовиться к войне в Афганистане, а он пришел уже в 70... В начале 79-го года уже все знали, что пойдут в Афган. Все, генеральный штаб, все знали. Просто дурака валяли нам, документы сейчас суют. Что они до последних дней там не знали, что войдут в Афган. Все они прекрасно уже знали. Но это совершенно другая тема уже, друзья. Так вот. Ограничение свободы военнослужащих это и есть вот тот самый спусковой механизм, на фоне которого развивается дедовщина и неуставные отношения в казарме, в солдатской. Но конкретно о жизни курсантов все-таки придется нам поговорить, друзья, во второй части вот этого моего фильма. Всем пока, обнимаю. Комментируйте, ребята, ставьте лайки. Нет, не забывайте все-таки спонсировать канал. Потому что, ну, чтобы было всем хорошо и смотреть мои фильмы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok